Я не знаю почему, просто пошел и посчитал, что так это нужно в данный момент, нужно так поступить. Я не говорил, что медицинский долг, я просто поступил по совести, я не люблю слово просто медицинский долг, я же раньше нейрохирургом работал, по сравнению с этим это было так, ничего серьезного. Никита узнал одним из первых, я ему прислал просто ватсапом результат КТ. Никит сказал срочно, немедленно нужно госпитализировать, пока ситуация не усугубилась. Позвонил скорую, приехала реанимация, забрала, отвезла. Это был мне далеко не первый знакомый, но первый знакомый, у которого развелась пневмония, довольно серьезная, около 50% поражения легких. Поэтому, когда я об этом узнал, я вообще попросил руководство клиники, где я работаю, чтобы его положили в мое отделение. Не то, что там было приятно, было важно то, что есть человек, который тебя знает. В отделение никого не пускает, ни родственников, никого, то есть ничего нельзя передавать, полностью закрытое помещение, изолированное. У него довольно стандартно, то есть он уже через 6-7 дней стал проситься домой. Но дело в том, что на компьютерной томографии эти изменения, они могут сохраняться довольно долго. То есть человек, не будучи больным уже пневмонией, у него есть определенный оттек изменений в панахемии легких, которые можно интерпретировать как пневмонию. И, ну, вполне может, еще остались следы. Мы коллеги, мы всегда даем друг другу профессиональные советы. Я по своей части, он по своей. У нас налажена коммуникация, и отлично наладили всегда, общаемся до сих пор. На самом деле коммуникация с командой, она важна и с медицинским штабом, и с тренерским штабом, и с административным штабом, потому что это, по сути, одно дело, которое мы делаем. И мы зависимы, наверное, от работы друг к другу. Наверное, он все-таки из династии врачей, брат врач. И я думаю, что говорить там по зову сердца возможно. Скорее всего, тут еще и профессиональный интерес увидеть ситуацию изнутри, чтобы принести все знания сюда в локомотив и спасать своих коллег в первую очередь, чтобы здесь все было в порядке, все нормально. Никита – профессионал. Никита – герой. Одним словом, здесь невозможно. Потому что герой и профессионал – это все будет синонимом в данном случае. Никита – не, я себя абсолютно не чувствую героем. И с братом разговариваю, он тоже себя не чувствует героем. Но при этом мы считаем героями врачей, которые этим всем занимаются. Никита – спасибо. … Спасибо за то, что настоял на том, что нужно лечиться, нужно следить за своим здоровьем. ты большой молодец жму руку а сейчас сажать нельзя руку да только в перчатках если обнимать тоже нельзя поэтому на расстоянии полтора метра машу тебе рукой и говорю большое спасибо за то что меня вытащил эту ситуацию а